Добрый день, меня зовут Надежда Миланова. Как в апреле буду ухаживать за розами, гортензиями, пионами и клематисами. Начну с пионов. Обычно эти растения не требуют большого ухода, но все же, как только сойдет снег, вокруг пионов необходимо убрать мульчу. У древовидных пионов нужно вырезать старые отмершие побеги. Пионы за сезон подкармливают три раза. Первый раз как раз в апреле, когда ростки появляются из почвы. В это время можно подкормить кусты азотными удобрениями. 10-15 грамм азота на один куст. Если не хотите пользоваться удобрениями, то можно подкормить, например, настоем из черного хлеба. Нужно взять половинку буханки. Замочить в ведре на ночь, мякиш размять, утром все как следует перемешать, процедить, полить кусты под один куст 2-3 литра настоя. Если вы собрались сажать пионы весной, то лучше это делать точно не в апреле. Нужно дождаться устойчивой теплой погоды, потому как весенние заморозки могут погубить нежную почку на деленке. По-хорошему, посадку пионов лучше перенести на август. Ростки взрослого пиона, как правило, красноватого цвета. Весной они не боятся заморозков, потому как содержат особое вещество, которое придает им морозостойкость. Если пионы в прошлом году болели, то как только появятся ростки, нужно будет обязательно их опрыскать бордоской жидкостью или медным купоросом. Бордоская жидкость 2%, медный купорос 1%. Кроме того, если уже в апреле у пионов вырастут листья, то по периметру кроны нужно рассыпать стакан золы. Если нет золы, то можно подкормить калием 10-20 грамм на один куст. Если вы заметили, что кусты пионов в прошлом году стали слабее цвести, тогда можно дополнительно провести внекорневую подкормку. Ее проводят, когда надземная часть куста хорошо проросла. Используют раствор мочевины 50 грамм на 10 литров воды. Но, как правило, в апреле до этого руки не доходят. Гортензии. Если в саду растут теплолюбивые гортензии или молодые саженцы, которые на зиму были укрыты, то примерно с середины апреля, когда минует угроза сильных заморозков, их можно освободить от укрытия. Эту работу лучше делать в пасмурные дни или вечером, в том случае, если уже появились плоды и побеги, чтобы их не обожгло ярким весенним солнцем. Если престольные круги были замульчированы, то мульчу нужно открести, чтобы земля быстрее прогрелась. И в апреле можно провести обрезку гортензии. После обрезки, когда растение окончательно проснется, следует сделать первую подкормку. Одна столовая ложка калийного удобрения без хлора на 10 литров воды. И эти 10 литров нужно вылить на один куст. Но не в центр, а по периметру. Особенно хочется отметить, что так как гортензия любит кислые почвы, то не следует под гортензию вносить золу. Клематисы. Про клематисы нельзя сказать, что это неприхотливое растение. Для того, чтобы они хорошо росли и цвели, почва должна быть плодородной и обязательно нейтральной. Кислая и даже слабая кислая почва – это не для клематисов. И еще клематис – влаголюбивое растение. В этом году в Подмосковье была достаточно суровая зима. Если почва в зоне корней промерзла, кто клематис может задержаться в почве? Нужно быть к этому готовыми и не раскапывать почву, чтобы посмотреть, что там с ростками. Ростки появятся, когда земля прогреется до 8 градусов. Как только начнут отрастать молодые побеги, почву под растениями нужно пролить хомом. Одна столовая ложка на 10 литров воды для профилактики болезней. И через неделю подкормить мочевидной. Одна чайная ложка на 10 литров воды на один куст. Растению требуется большое количество питательных веществ в момент нарастания зеленой массы. Розы. В апреле очень аккуратно и постепенно нужно открывать розы. Если их открыть слишком рано, то им могут навредить весенние морозы. А если опоздать, то это может привести к выприванию и даже гибели растений. После того, как сняли укрытие, их можно разокучить и провести санитарную обрезку. Удалить сухие, больные и сломанные ветки. И сразу же провести опрыскывание однопроцентным раствором бордовской жидкости. Первая подкормка роз должна быть ударной. Это азотная подкормка. Для этого подойдет перепревший навоз, птичий помет или мочевина. Навоз разбавляют 1 к 10, настаивают неделю, после чего разбавляют еще вдвое. Помет разбавляют 1 к 20, настаивают 5-6 дней, снова разбавляют в соотношении 1 к 3. Если кусты взрослые, то на куст потребуется 2-2,5 литра. А если совсем молодые, то достаточно 1 литра. Такую подкормку можно проводить с наступлением тепла. В холод розы плохо усваивают питательные вещества. И такая подкормка больше подходит молодым растениям. Зрелые розы предпочитают аммиачную селитру. 20-30 грамм в сухом виде на одно растение. И это минимум, необходимый минимум. Но в апреле так бывает, что времени на цветник не хватает. Сад, огород в приоритете. И это все, о чем я сегодня хотела вам рассказать. Я с вами прощаюсь до следующего раза. Буду держать вас в курсе. Продолжение следует...